Технопром 2019 Да-да, оказывается мы настолько развиты, что сами себя обеспечиваем технологиями и Америка уже позади. Но если посмотреть на количество неудач в высокотехнологичных отраслях, если посмотреть на применение технологии в народном хозяйстве, то в России дела окажутся хуже, чем пытаются представить чиновники, уверен профессор РГПУ, зампредседателя общественного совета Минобранауки Сергей Рукшин. Я не могу оценить по всем параметрам наше продвижение. Во многих вещах мы действительно догнали и впереди Запада по подготовке специалистов. Скажем, подготовка специалистов в IT-отрасли у нас на уровне лучших мировых достижений. Но подготовка специалистов – это еще не ликвидация технологического основания в процессах. Потому как огромное количество уникальных специалистов выезжает за границу и становится востребованными там. Потому что на тех зарплатах, которые могут предложить здесь, к сожалению, они работать не готовы и мы теряем людей высшей квалификации. Россия готовит кадры, но получается, что в большинстве случаев для других стран. Россия имеет действительно прорывные технологии, но их никто не собирается ни развивать, ни внедрять, уверен Сергей Рукшин. Да и те технологии, которые у нас работают, которыми мы гордились, сейчас находятся в плачевном состоянии. Вспомнить можно и затопленную станцию «Мир», и потерю многих запускаемых в космос спутников, и Фобос-Грунт, и аварию на так называемом «Лошарике», не говоря уже про множественное закрытие заводов и предприятий. Расчистка отечественного пространства от собственных технологий производств открывает двери для потока иностранных товаров. Так что разговоры о технической и технологической независимости по сути просто блеф. Ликвидировали ли мы отставание, количество неудач свидетельствует, что нет. Тот же так называемый «Лошарик», уникальная подводная лодка «Батискаф», на котором произошла авария, все это показывает, что даже в тех вещах, которыми мы горделись и которые передавали, у нас есть неудачи. Разумеется, от руководителя департамента министерства ожидать, что он признает, что дела у нас плохи, не стоят, это оценка его работы. А то, что у нас прорывные технологии не выдадряются, но, скажем, мы умеем осаждать тритий из радиоактивной воды, мы можем решить проблему фукусимы, в которой накопились миллионы тонн радиоактивной воды. Но наши технологии не востребованы. Что толку иметь уникальные технологии, которые мы не можем использовать, заработать на них?